Добрый вечер, это новости на телеканале Астана. В студии работает Надежда Полинка и сейчас коротко о главном. Кто решит проблемы несчастных новоселов? Небывалый поток туристов на озерах страны. За 4,5 месяца этого года уже посетило больше 80 тысяч туристов. Какие места полюбились туристам и какого лета ждать казахстанцам? Касым Жумар Токаев Президент озвучил некоторые результаты масштабной национальной трансформации нашей страны. Это сложный процесс, но как бы ни было трудно, мы не свернем с этого стратегического пути. В прошлом году наша экономика выросла на 5,1%. Мы намерены удвоить ВВП до 450 миллиардов долларов в 2029 году. Мы стремимся укрепить свои позиции в качестве надежного центра для бизнеса, финансов, талантов и инноваций, подобно тому, как это делает Сингапур. Рассуждая о роли новых средних держав, коим относятся Казахстан и Сингапур, глава государства обратил внимание на значительные изменения в ландшафте глобальной безопасности. Они, по мнению Токаева, открывают как широкие возможности, так и серьезные риски. Несмотря на все усилия, человечество становится жертвой новых военных конфликтов. Проблемы, связанные с экстремизмом и терроризмом, кибернетикой и космосом, искусственным интеллектом, изменением климата, масштабной миграцией и эпидемиями, еще больше усугубляют глобальную безопасность. Однако Астана и Сингапур, как развивающиеся средние державы, не могут просто согласиться с поляризацией и разделением. Слишком многое поставлено на карту. Если не принять меры, мы погрузимся в новую холодную войну. Токаев заявил, что Казахстан твердо привержен принципам и ценностям ответственной дипломатии и будет оставаться открытым и связанным с миром. Но при этом страна будет проявлять бдительность и проактивность противодействия внешним вызовам. Иногда к нашей позиции относятся скептически, критикуют за нейтральность. Однако нейтралитет не следует принимать за отсутствие убежденности. Напротив, это сознательный выбор в пользу дипломатии и диалога, а не конфликта и принуждения. Этот выбор является нашей сильной стороной, позволяющей нам помогать преодолевать глубокие разногласия от территориальных споров до идеологических конфликтов. В преддверии саммита будущего ООН в сентябре этого года Касым Жумар Токаев призвал мировое сообщество задуматься о многостороннем подходе с учетом всех мнений, вовлеченности и инклюзивности. Ни для кого не секрет наличие крупных пробелов в системе глобального управления. COVID-19 показал, что странам важно строить мосты, а не стены, чтобы преодолевать общие проблемы. Пожалуй, самая разрушительная из них – ядерная угроза. Казахстан серьезно пострадал от испытаний ядерного оружия. Поэтому мы будем продолжать нашу борьбу за мир, свободный от ядерных арсеналов. Затронул глава государства и проблему изменения климата и недостатка воды. В этой связи Токаев предложил создать проектный офис страны Центральной Азии по изменению климата и зеленой энергетики в Алматы. Более двух миллиардов человек в мире не имеют доступа к качественной питьевой воде. Я выражаю признательность президенту Тарману Шанмугаратному за его усилия в качестве сопредседателя Глобальной комиссии по экономии воды. Мы рассчитываем на его ценнейший вклад в работу в One Water Summit, который пройдет в этом году по инициативе Казахстана и Франции в рамках конференции ООН. В завершении своего визита Токаев провел встречу с третьим премьер-министром, старшим министром страны Лисиан Луном. Собеседники обсудили вопросы взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, финансовой, транспортно-логистической и гуманитарной сферах. Дельна Знасикенова, Астана Таймс. В своих показаниях он заявил, что кран был до конца не собран и, как там оказался крановщик, он не знает. Тем не менее, свою вину признал в полном объеме. Приговором суда директор ТО признан виновным по статье 277 Уголовного кодекса и ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы с установлением пробационного контроля. Приговор в законную силу не вступил. Медицинский скандал разгорается в Петропавловске. Почти два десятка семей, проживающих в доме врача, на днях получили уведомления о выселении. Медиков, среди которых в основном узкие специалисты, такая новость застала врасплох. Ведь в этих квартирах они прожили больше 10 лет и надеялись их приватизировать. Руководство облздрава говорит, что мера вынужденная. Стороны конфликта выслушала Анастасия Дроняк. В доме врача в Петропавловске проживает 80 семей. На днях 18 из них получили уведомления о выселении. Якобы квартиры нужны для молодых специалистов. Растерянные медики, среди которых в основном узкие специалисты, такого не ожидали. Когда мы все заселялись, у нас не было таких каких определенных требований, что вот вы будете жить 5 лет, 10 лет и сколько. Просто нам говорили, что будете жить, пока здесь работаете, пока существуете свою медицинскую деятельность. Многие из нас работают в нескольких организациях в силу дефицита в нашем регионе. У всех семей маленькие дети, кто-то имеет на попечении инвалида, а есть и те, кто воспитывает ребенка один. В числе последних и Наталья Досанова. Врач-рентгенолог приехала в регион в 2006 году из Акмолинской области. В доме врача женщина живет с маленьким сыном. В случае, если жилье не удастся отстоять, придется искать другую работу, говорит специалист. Работаю, естественно, в других регионах, там, где предлагают. Опять же, я могу вернуться назад в Акмолинскую область, где предлагают в городе, как считаю, квартиры и подъемные. В 2010 году мне дали квартиру. На моем попечении было два несовершенных летних сына и сестра инвалид. В данное время куда мне идти? Мне осталось 6 лет до пенсии. Специалисты жилищной комиссии сообщили, что выселение мировынужденное. Мол, врачи больше 10 лет проживали в этих квартирах и за это время должны были приобрести собственное жилье. Сам дом врача находится на балансе многопрофильной областной больницы и ни о какой приватизации речи быть не может. Только у нашей детской областной больницы, согласно коллективному договору, все прибывшие молодые врачи получают, оплачиваются, в связи с тем, что дом врача полный, получают, оплачиваются от имени больницы. В течение трех лет стоимость арендного жилья размерит 65 тысяч тенге. 17 миллионов больница расходует на аренду жилья. По сечению трех лет эти врачи уже не оплачиваются. На сегодняшний день по области не хватает около 144 врачей. За последний год, можно сказать, в 22-м году к нам прибыло 280 врачей из других регионов. В 23-м году около 200 врачей, которые не являются жителями Эскоба. И на сегодняшний день комиссии общей было принято, кто живет в доме врачей более 10 лет, о вручении уведомлений о выселении. Мы здесь законодательные нормы сохранили, никто здесь ничьи права не нарушает. Члены комиссии в качестве альтернативы предложили врачам переехать в районы, где с жильем, по их мнению, уж точно не будет проблем. Между тем, медики с решением жилищной комиссии не согласны и намерены отстаивать свои права. Они уже обратились в антикоррупционную службу, Акимат и прокуратуру. На затопленные подвалы и разрушающиеся стены жалуются жители нового ЖК Валматы. Помещение заливает водой не только после дождя. Водопроводные трубы постоянно лопаются. Люди считают, что всему виной некачественное строительство и просят застройщика устранить проблему. Но компания, по их словам, отказывается, ссылаясь на гарантийные сроки. Проблемой разбиралась Анара Нуртазина. Из подвала Ержигат Кайратов регулярно вычерпывает воду ведрами. Это помещение топит постоянно. Все потому, что трубы протекают, говорит мужчина. Постоянно водой наполняет. Вот здесь у нас щитовая. Сами можете увидеть, что там внутри все в воде. Дверь эта не закрывается. Это же опасно. А вдруг дети зайдут? Дети же любопытные и неусидчивые. Из-за постоянной сырости, говорят люди, стены дома стали осыпаться. Собственники квартир боятся, что в один из дней их жилье может рухнуть. Многие здесь и рады бы продать свои квартиры, но жилье в этом доме покупалось в ипотеку. С августа месяца мы здесь проживаем. И нескончаемые проблемы, бесконечные потопы. Напротив моей квартиры стоит щиток. Со счетчиками горячей и холодной воды. И за эти 4-3 месяца, уже 6 раз, где соединение труб есть с счетчиком, постоянно они лопаются. Потому что материал некачественный. И вся вода фонтанирует. Идет на первый этаж ко мне в квартиру. От управляющей компании жильцы домов не так давно отказались. Толку от них нет, говорят алматинцы. Они уверены, все проблемы из-за некачественной застройки. И требуют, чтобы застройщик устранил все недочеты в рамках гарантийного срока. У нас была гарантия по ноябрь 23-го. Да, срок истек, но мы ранее обращались. Мы в 22-м году обращались. И в 21-м году, в начале года мы обращались. Вот последний седьмой дом, у них еще срок есть. Но они, опять-таки, точно так же, как и мы, страдают. И застройщик тянет. В строительной компании уверяют, на жалобы жильцов реагируют вовремя. А сейчас же гарантийные сроки действуют лишь по одному дому. В их рамках проведут все необходимые работы, заверили в компании. По остальным домам жильцам необходимо определиться с формой управления. И уже управляющая компания сможет решить проблемы людей. Каждое обращение у нас наши подрядчики исправляли. То, что по гарантии. Они должны, во-первых, создать УСИ. УСИ будет нанимать управляющую компанию. Они поменяли внизу у себя в подвалах все замки. Сейчас доступа у нас нет никаким. Там элевиаторные стоят, где насосы, которые должны тоже обслуживаться. Для этого нужно обязательно быть электрик, сантехник, дворник. Там сейчас, на данный момент, как я знаю, никого нет. Смогут ли люди прийти к общему мнению, пока не ясно. Пока же из-за отказа от управляющей компании у собственников квартир образовываются долги за комуслуги. Их погашать жильцы будут самостоятельно, подчеркнули в компании застройщики. Анара Нуртазина, Канат Кигизбаев, Астана Таймс, Алматы. Условия для лиц с ограниченными возможностями на столичном железнодорожном вокзале, старом простонародье, раскритиковали члены партии Аманат. Комната отдыха и технические параметры пандусов, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Аманатовцы провели здесь выездное заседание комиссии партконтроля и воочию ознакомились с недостатками станции. Войдя в эту комнату, мы пришли в ужас, как будто мы вернулись на 20-30 лет назад. Я бы хотела посмотреть кабинет администрации вокзала и сравнить, каково им и каково тем людям, которые заходят в эту комнату. Мы очень недовольны, так как это столица, столичный уровень должен всегда быть на высоте и быть примером, наверное, для всех остальных. Представители вокзала, жена критику партийцев, отмечают, что здания строились еще в прошлом веке, а капитального ремонта здесь не было 20 лет. Хочу именно на этом обратить внимание, что это не комната отдыха, а комната ожидания для транзитных пассажиров. В комнате ожидания у нас имеется и микроволновая печь, раковина, чайник. Минимальный набор условий для более-менее комфортного ожидания. Мы ждем капитальный ремонт. В этом году ожидаем. Олжа Азбектина принял участие в заседании Совета главправительств СНГ в Ашхабаде. Стороны обсудили аспекты экономического сотрудничества и приняли пакет документов для дальнейшего развития и укрепления интеграционных связей. Премьер-министр нашей страны отметил необходимость углубления торговых связей за счет расширения товарной номенклатуры и эффективной логистики. Мы нацелены на обеспечение экономической самодостаточности, создание прочного промышленного каркаса страны, обновление критической инфраструктуры, перезагрузку агропромышленного комплекса, эффективный использование транспортного логистического потенциала Казахстана. Уверены, что для полной реализации этих целей важно усилить кооперацию с нашими основными партнерами. Из Казахстана вывозят базовое сырье, а ввозят товары с добавленной стоимостью. Об этом заявил депутат Сената Сагандек Лукпанов. По его словам, наша страна экспортирует около 90% алюминия, почти всю медь и более 70% свинца. При этом отечественные обрабатывающие предприятия испытывают недостаток сырья. Депутат добавил, что 40% импорта страны – машиностроительная продукция. В прошлом году ввоз частей для автомобилей и тракторов, а также кузова вырос почти наполовину. Кроме того, завезли в страну в 2,5 раза больше сельскохозяйственных машин. При этом внутренний рынок машиностроения Казахстана обеспечивается отечественным производством всего на 13%. Основную долю машиностроения занимает несложное сборочное производство с минимальным уровнем локализации. Также, по данным парламентария, импорт несырьевых товаров за прошлый год повысился более чем на 20%. При этом их экспорт снизился почти на 6%. По словам Лукпанова, ряд предприятий импортируют сырье, которое имеется на отечественном рынке. Это говорит о недостаточном уровне защиты рынка Казахстана, считает сенатор. В первую очередь, это касается защитных мер Казахстана от нарастающего импорта товаров. Не применяются зеркальные меры в ответ на многочисленные припоны и барьеры со стороны других стран при экспорте отечественной продукции. Действующие стандарты и система госзакупок не решают вопросы широкого применения продукции отечественного рубашей промышленности на внутреннем рынке. В том числе, в таких сферах, как строительство, ЖГХ и сельские хозяйства. Конкуренцию бизнеса с квази-госсектором нужно запретить. Такое мнение прозвучало в ходе конференции, на которой обсуждали реалии и перспективы их взаимодействия. На сегодня четверть всех госзакупок приходится именно на квази-госкомпании. А это, по мнению экспертов, мешает развиваться казахстанским предпринимателям. Какие меры предпринимают на законодательном уровне, в проблеме разбирался Ергали Рамазанулы. В начале мая Касымжимар Тукаев подписал указ о мерах по либерализации экономики. Эксперты называют этот документ важным шагом к обеспечению реальной свободы предпринимательства в стране. Однако это только начало. Для того, чтобы бизнес и квази-госсектор сосуществовали в гармонии, предстоит поменять больше сотни законодательных актов. Одной из основных целей этого указа стало сокращение государственного участия в экономике. Это должно создать более динамичную, конкурентоспособную и прозрачную экономическую среду. Что, в свою очередь, выгодно для бизнеса. Предпринимателей это не могло не порадовать. Одним из основных плюсов в Атамике не назвали мораторий на создание субъектов квази-государственного сектора до 2026 года. Вот это время, которое дано в рамках указа по реабилитации, вот этот мораторий, на этот промежуток времени, он дан неспроста. Он дан для того, чтобы мы сейчас на законодательном уровне могли пересмотреть в целом основание участия квази-госсектора в экономике Каостана. В Мажелесе представили примерные расчеты, чтобы подогнать все нормативно-правовые акты под новые стандарты и учесть сниженное квази-госучастие, нужны изменения в 115 законодательных актах. Депутаты признаются, это процесс не одного дня, месяца или даже года. На прошлой неделе пропустили через нас второе чтение закона о госзакупках и мы увидели, что 129 субъектов квази-сектора, допустим, они присутствуют во 25% всех, во всех объемах госзакупок. Если госзакупки составляют 6 триллионов 600 миллиардов тенге, 1 триллион и 600 миллиардов это доля с одного источника. Это непозволительно. Нам необходимо сопутствующие законы, все полностью, которые усиливают роль квази-сектора в ущерб профессиональной среды, нам необходимо всех их пересмотреть. Когда квази-госкомпании уменьшают свое присутствие в экономике, это стимулирует конкуренцию среди частных фирм, что ведет к улучшению качества товаров и услуг, а также снижению цен. В этой связи эксперты призывают запретить конкуренцию аффилированных компаний средовыми предпринимателями. Я считаю, что это основная проблема. Вы знаете, это немало случаев, когда бывает такое, когда кто-то открыл какой-то завод хороший, и тут же у него хотели забрать этот завод, гос- или квази-гос-сектор, и когда это не получается, они создают новый завод. Но это же неправильно. Ну зачем создавать той же самой местности государственный или квази-государственный завод, если это делает частный бизнес? Мы, получается, и то, и другое разрушаем. Тем не менее, представители бизнеса оптимистичны, ведь цель в данном случае явно оправдывает средства. В Североказахстанской области по поручению главы государства проводится комплексная работа по оказанию помощи и обеспечению жильем пострадавших жителей от паводка. Петропавловские на сегодня для них приобрели 31 квартиру. С новоселами встретился и Аким в Североказахстанской области ГУЕС Нурмухамбетов. Глава региона поздравил горожан с этим важным событием. Охота очень выразить большую благодарность президенту за то, что когда он приезжал, сказал, что не оставит свой народ в беде. Все его поручения, все хорошо исполнялось Акиматову. В этой трехкомнатной квартире в центре города Юлия Сабитова теперь будет жить со своими родителями и сыном. Дом в микрорайоне Подгора, где раньше проживала семья, пострадал от паводка. Его признали аварийным. Женщина сама нашла подходящую квартиру, а Акимат лишь одобрил. С предстоящим новосельем семью горожанки поздравил Аким области. Квартиру эту выбирала я. У меня ребенок аутист. Он неспокойный ребенок, как вы знаете, по состоянию болезни. Он прыгает, и поэтому я выбирала так, чтобы снизу у меня соседей не было. Центр города, что ребенка мне и в интернат удобно возить. И все, как бы, все рядышком. В однокомнатной квартире в одной из петропавловских новостроек будет жить и семья Сериковых. Их дом в микрорайоне Косогор также пострадал в результате паводка и непригоден для жилья. Теперь супружеская пара вместе с двумя маленькими детьми будет жить в комфортных условиях со всеми удобствами. Был построен из бревна 1959 года. Ну, квадратура соответствует вот этой квадратуре. 36 квадратных метров это было с копейками. У нас, как бы, изначально сказали, что искать квартиру. И мы нашли, как бы, и вот нам спустя месяц, да, даже три недели где-то, спустя три недели нам тоже дали нам квартиру эту. На сегодняшний день в областном центре для пострадавших от паводка приобрели 31 квартиру. К слову, люди сами выбирают жить в благоустроенной многоэтажке или в частном доме в микрорайоне Солнечный 2. Сейчас здесь идет масштабное строительство. Планируется возвести 520 домов. На сегодня 380 семей прошли через комиссию на получение квартир. 42 семьи подали заявление на получение жилья в микрорайоне Солнечный 2. Анастасия Дроняк, Евгений Мутыль, Астана Таймс, Петропавловск. Далее расскажем о новостях в мире. Здравствуйте. Самые свежие новости в мире. Ближайшие пару минут расскажу я, Дана Ермак. Погибшего в авиакатастрофе президента Ибрахима Раиси похоронили в его родном городе Мешхеде. Проститься с ним пришли около трех миллионов человек. Все в траурной одежде и с фотографиями усопшего. Раиси был одним из президентов, внесших большой вклад в процветание и прогресс Ирана. Все иранцы, особенно жители его родного города Мешхеда, глубоко опечалены его смертью. В Испании на курорте Плая де Пальма внезапно обрушился двухэтажный ресторан с посетителями. В результате погибли 4 человека, 16 получили травмы. ЧП произошло в пиковое время работы заведения. Оно считается самым популярным на Майорке. Очевидцы делятся кадрами в соцсетях. По их словам, все произошло внезапно. Первый этаж ресторана сложился как карточный домик и рухнул в подвал. А вот крыша здания уцелела. Причины инцидента пока неизвестны. Спасатели продолжают разбирать завалы. А в Мексике небывалая жара. На большей части страны температура воздуха достигает 45 градусов. Из-за аномалии умирают люди, гибнут животные и происходит сбой в подаче электроэнергии. Природное явление также привело к смерти обезьян-ревунов, которые находятся под угрозой исчезновения в тропических лесах. Мертвые животные массово падают с деревьев. Бразилия же страдает от сильных проливных дождей. За последний месяц рекордные наводнения унесли жизни более 160 человек. Есть пропавшие без вести. Несколько дней стихия успокоилась и люди начали открывать магазины и приступили к восстановительным работам. А буквально вчера на город Порту-Алегри снова обрушились ливни. Есть очень много пожилых людей, включая моих родителей, которые не могут выбраться. Мы пытаемся их спасти. А в США продолжают бушевать сокрушительный торнадо. Больше всего от стихийного бедствия пострадали жители Техаса. 30 человек получили травмы. Шторм также повредил городскую инфраструктуру. За 40 лет я не видела ничего хуже этого. То, что вы видите по телевизору, я увидела в реальности. Мы услышали звук сирены. У нас отключилось электричество. Мы спрятались в шкафах и ждали. Потом вышли на улицу, а здесь все разрушено. А вот жители других штатов наблюдали интересное природное явление. Накануне над рядом американских городов пронесся огненный шар-метеор. Небесное тело буквально осветило ночное небо Айдаха, Невады, Юта и Вашингтона. На сегодня у меня все. Мы будем следить за событиями в мире. До встречи через неделю. Спустя 4 года в Западном Казахстане завершится строительство дороги республиканского значения Урал-Сайхэн. Она соединит Букиординский район. Это историческое место, оно известно как Ставка Хана Букиевской Орды. Здесь были открыты первая казахская школа, больница, типография и даже первый в Казахстане банк. В этой местности также было восстание Исатая и Мохамбета. Кроме того, тут похоронены Джангирхан и Даулеткерей. Власти надеются, что новая дорога увеличит в богатой истории регион поток туристов. Ну а больше всего, конечно, рады сами жителям района. Мы самый отдаленный район. При этом у нас развита культура, район считается родиной основателей. Конечно, есть люди, туристы, которым интересна наша история, которые хотели бы увидеть все своими глазами. Мы все будем счастливы, когда эту дорогу закончат. Строительство дороги началось еще в 2020 году. По разным причинам работы затянулись на 4 года. Кроме этого, в этом году завершится ремонт трассы Касталов-Женебек до границы с Российской Федерацией. Уже есть экспертное заключение по ремонтным работам. Мы планируем все завершить до конца года и сдадим дорогу в эксплуатацию. В Астане завершился третий сезон республиканского конного марафона «Улы-Дала-Жорога», приуроченный к 125-летию великого ученого Каныша Сатпаева. По маршруту Павлодар-Астана стартовали 19 команд, однако до финиша удалось дойти лишь 11. Наездник из области ЖТСУ стал победителем марафона. Со своим скакуном он преодолел расстояние за 32 часа и 40 минут. Также в пятерку лидеров вошли команды из Мангостаусской и Жамбулской областей, а также из Алматы и Астаны. Тройка лидеров получит лицензию на международный марафон «Байге», который пройдет в сентябре. Соревнования были организованы Ассоциацией национальных видов спорта Республики Казахстан и входящей в ее состав Федерации конного спорта «Жорога» при поддержке партии «Аманат». Президент дал поручение по развитию национального спорта. Улы Дала Жорогы как раз их популяризируют. Сейчас это мероприятие находит отклик в каждом регионе. Можно сказать, это пробуждает у молодежи любовь к лошадям. Жаркий июнь пообещали синоптики казахстанцам. В первый месяц лета Казгидромет прогнозирует температуру воздуха на 1-2 градуса выше нормы. Даже на севере страны столбики термометров поднимутся до плюс 38. Что же касается сезона в целом, то его ожидают умеренным и засушливым. Атмосферная засуха ожидается в Кустанайской области, в Амангельдинском и Джангельдинском районе, в Мангистаусской области, в Мангистаусском и Каракиянском районе, в Западно-Казахстанской области, в Касталовском районе и в Карагандинской области, в Шетском. Умеренно влажно в Катон-Карагайском районе, в Восточно-Казахстанской области, в Успенском и Павлодарском районах Павлодарской области. Свыше 80 тысяч туристов посетило озеро Озера Кольсай и Каэнды в Алматинской области с начала года. Большая часть из них – жители ближнего и дальнего зарубежья. Они признаются, казахстанские пейзажи завораживают. Какие работы проводятся для улучшения сервиса и развития инфраструктуры, узнавала моя коллега Анара Нуртазина. Эти живописные Кольсайские озера за последний год стали притяжением для туристов, в частности для иностранных. В прошлом году это место посетили свыше 250 тысяч человек. В этом году ожидается, что поток вырастет в два раза. За 4,5 месяца этого года уже посетило больше 80 тысяч туристов. И как вы сами можете наблюдать, в большей степени здесь именно иностранцы. Вообще, в целом, места в Кигиенском районе очень привлекательны для людей. Действительно, есть на что посмотреть. Для дальнейшего развития туризма в регионе проводится большая работа, строятся пешеходные дорожки, гостевые дома и фудкорты. Появилась мобильная связь. Но пока основной проблемой остаются дороги, в частности при подъезде к популярному туристическому месту – озеру Хаэнде. Сейчас большое внимание у нас уделяется в Алматинской области именно Хаэнде. Кроме этого, у нас много туристических объектов, такие как Талхиз, Тургенский ущелье, Платасе. Мы везде проводим работы. Рассматриваем дорожную карту по строительству автодорог, подведения. Правда, пока власти региона какие-либо сроки по строительству дорог не называют. Но похоже, что их отсутствие туристов нисколько не смущает. Желающих увидеть пейзажи Алматинской области становится все больше. К слову, туристический сезон в регионе официально открыт. Анара Нуртазина, Осет Елембаев, Астана Таймс, Алматинская область. Это вся информация к данному часу. Я прощаюсь с вами. Желаю вам приятных выходных. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!